В общем, всем привет! Меня зовут Миша, я из компании Цифры. Еще сегодня со мной два моих коллеги, они вот тут сидят, потом попозже, когда у нас будет практическая часть, будут вам помогать Кирилл и Ваня. Сегодня я расскажу вам про фреймворк, который называется Ebonit, не путать. Сейчас он предназначен для того, чтобы деплоить модельки в прот. В перспективе мы надеемся закрыть вообще все стороны жизненного цикла модели машинного обучения. Об этом попозже. Зачем мы вообще сегодня собрались? Зачем это нам? Мы сделали этот фреймворк в open source, его можно поставить, скачать. Можно даже поконтрибьють, если вам нечего делать. Мы хотим понять, насколько он вообще востребован, насколько он применим в реальности, в реальных задачах. То есть мы понимаем, зачем он нам. Хотелось бы... Что, погромче? А у меня петличка. Должно быть... Всем слышно, ребят? Вроде все ок. Давайте, буду погромче говорить. Хотим понять, насколько он применим на чужих задачах. То есть мы его там как-то у себя используем. Может быть, его можно кому-то еще нанести непоправимую пользу этим фреймворкам. И хотим понять, каким образом. Что сегодня будет? Я сначала расскажу немножко, как он устроен, какие там есть сущности и так далее. В общем, что там внутри чуть-чуть. Потом посмотрим ноутбук, где я покажу процесс, как мы его себе представляем, как им пользоваться. Ну, вообще он выложен тоже в ГИТе. Вы можете параллельно со мной это повторить. Вот, потом будет такая практическая часть. У нас есть два занятия на выбор. Вы можете либо взять какую-то свою модельку, которая у вас есть, и попробовать завернуть. Будем рады, если у вас получится. Если у вас не получится, мы будем рады узнать, почему. И второе, у нас есть такая небольшая демка, типа мини-соревнования. Соревнования, кто сможет использовать Ebonit. Но об этом я чуть позже расскажу. Вот, ну и в итоге мы хотим понять, что нам нужно добавить, и собрать с вас какой-то фидбэк, что где неудобно, что где непонятно, и так далее. Там будет формочка в конце. Ну и какие-то идеи, если у вас есть, тоже, естественно, мы выслушаем, занесемся в Jira, в Backlog на 30 лет вперед. Поехали. Значит, что это такое? Сейчас это фреймворк для автоматической сборки сервисов из моделей. То есть вы обучаете, как обычно, свою модель, пока мы в это не лезем. Обучили, и потом вы выполняете буквально одну строчку кода, и эта модель сохраняется в том виде, в котором она может быть потом загружена, в некое хранилище. Там причем сохраняются и артефакты модели, то есть там какие-то бинарники, и зависимости, и вообще все, что нужно для того, чтобы она потом правильно работала где-то в другой среде. Ну и, естественно, после того, как вы ее сохранили, вы можете из этого хранилища ее потом подгрузить, ну, например, на другом сервере каком-то или еще где-то. И она со всеми этими мета-данными у вас появится в другом процессе. Вот. Ну и самое главное пока что на текущий момент, вы можете эти модели превращать в сервисы одной строчки кода. Сервисы здесь специально написано, так, обтекаемо. Вот. Фактически это значит сейчас, что вы можете собрать некоторый докер-контейнер, к которому потом вы можете обращаться к этой модели там по какому-то протоколу. Ну, по какому-то тоже, я скажу, обтекаемо. На самом деле сейчас доступен REST API. Ну, HTTP протокол. Вот. Но на самом деле мы все это задумывались супер гибким и супер расширяемым. То есть на самом деле можно собирать не только докер-контейнеры, можно не только по HTTP сервить и так далее. В общем, мы все пытались сделать так, чтобы это максимально удобно можно было расширить для каких-то своих хотелок. Ну и в перспективе мы планируем допилить туда фишки, которые сейчас присущи всем преймворкам, которые пытаются называть себя преймворками для жизненного цикла моделей. То есть менеджмент, трекинг моделей, чтобы можно было их там сравнивать по качеству и так далее. Удалять. Ну, удалять сейчас можно, естественно. Трекинг и переобучение. Трекинг два раза здесь почему-то. Ну ладно. Значит, мы два трекинга сделаем. Переобучение, чтобы можно было потом эти модели автоматически переобучать на новых данных. И поскольку у нас есть трекинг, можно будет их сравнивать там с предыдущими какими-то результатами. Ну и в перспективе вообще весь жизненный цикл. То есть в идеале вы один раз обучаете модель, нажимаете кнопку, она деплоится, и потом она живет дальше сама. То есть она сама себя мониторит, смотрит, когда там качество упало, переобучается, заново деплоится. Там, в общем, магия, чтобы была. Вот это наша конечная цель на данный момент. Так, теперь немножко о том, что внутри у нашего фреймворка. Общая картинка выглядит примерно вот так. Так, мышку видно? Видно, отлично. У вас есть некоторый объект питоновский с моделью. Это может быть функция, это может быть скалерный регрессор, ну в общем, что угодно, что дает, как бы, предсказание. И вы его запихиваете через Ebonite, создаете объект такой Ebonite Model. Эта модель, по сути, это метод данной про вашу модель, для того, чтобы ее потом воспроизвести один в один. Эта модель, она при этом лежит в таске, в задаче, да? То есть, эта задача, которую вы решаете, у нее может быть несколько различных моделей, которые ее решают, да? Ну, то есть, вы обучили на одну задачу, там, один тип модель, там, G-Boost обучили, LightGBM обучили, всех запихали в одну задачу. Ну и все это лежит в проекте. Проект — это просто такая папочка, чтобы разграничивать разные задачи, ну, для структуризации, по сути. Вот, и вы все это дело сохраняете в некоторой репозитории. Здесь нарисован один, на самом деле, их два, про это чуть попозже. И эту же модель вы можете превратить в Docker образ, который потом вы у себя на сервере где-то запускаете. Ну, как-то так. Что такое модель? Модель создается из некоторого объекта питоновского с моделью любого фреймворка. То есть, для каждого фреймворка это своя штука, но довольно очевидно, естественно. То есть, в Scalorny это просто зафиченная любая модель, Scalorny, для TensorFlow, например, это выходные тендерографа. То есть, это некоторый объект, из которого вы получаете предсказания в итоге. Ну, естественно, там, для всех поддерживаемых нами фреймворков тоже там довольно очевидно. То есть, в G-Boost это бустер, там, ну и так далее. И еще у нас есть возможность превращать просто функции обычные питоновские в модели. Ну, про это будет в практической части. Увидите. По сути, вот этот объект с моделью это метод данные, который можно подгрузить в реальную модель и ее исполнять. Но в основе это метод данные. Что за метод данные? Это некоторый просто набор айдишников, там, имя модели, айдишник, автор, дата, когда она была создана. Ну, такие метод данные, совсем метод данные. Кроме этого, это описание входных и выходных данных, чтобы потом из этой модели можно было правильно освоять сервис. Нам это нужно. Это, что немаловажно, зависимости модели. То есть, это все библиотеки, которые используются для этой модели с версиями. А также, если у вас есть какой-то код, который вы просто импортнули локально, да, у вас просто рядом лежит питоновский файлик, то он тоже туда попадет, в эти зависимости. Это артефакты. То есть, когда вы сохраняете модель, она куда-то стерилизуется в каком-то виде. Для каждого фреймворка это свое, да. То есть, для Scalorna обычно все пиклет. Для TensorFlow, там у него свои эти форматы графов. В общем, он с каждым обходится так, как нужно. И эти артефакты сохраняются в репозитории с артефактами, которые, может быть, могут иметь различные имплементации. И это еще тип модели. То есть, если это Scalorna модель, то ее нужно дергать одним образом. Если это TensorFlow модель, то ее нужно дергать другим образом. Ну и сохранять и загружать тоже. Поэтому мы храним тип модели в метаданных, чтобы потом понимать, что это за модель. И как с ней работать. Ну, про task, про задачи я уже сказал. Это, по сути, такая папка, в которой лежат решения одной задачи машинного обучения. Ну и она почти не содержит только метаданные, те же самые, что в модели. И, собственно, список моделей. Ну и с проектом еще проще. То же самое, абсолютно просто на один этаж повыше. Как происходит сборка сервисов теперь расскажу. Пользователь берет модель какую-то свою и понимает, что хочет сделать из нее некоторый сервис. Он выбирает тип сервиса. Сейчас у нас встроенный только HTTP сервер на фласке. Но в перспективе мы будем добавлять и очереди, еще какие-то более сложные штуки. И никто не мешает вам самим написать свой тип сервинга для моделей. Но это важно, потому что если вы планируете использовать это совсем для прода, то в проде у вас наверняка супермного кастомных штук. То есть вам нужно логировать там какую-то в одну систему, вам нужно алармы слать в другую и так далее. Тут понятно, что никто за вас это не напишет в open source все равно, потому что у вас своя система со всеми ее особенностями. И здесь вы можете самостоятельно написать то, что вам нужно, и использовать в пайплане Ebonita как родное будет. Так, что происходит дальше? Опять же, здесь идет речь про сборку докер-образов. Но можно иметь в виду, что можно дописать какой-то свой сборщик других типов сервисов. Из модели достается список зависимостей и дополнительный код, который вы использовали. И они, грубо говоря, прописываются в файлик requirements.txt, это все добавляется в Dockerfile. У сервера тоже могут быть зависимости, то есть если это flask, то, естественно, у него зависимость — это flask. И они тоже добавляются в этот файлик. Потом по некоторому шаблону генерится Dockerfile, где все, что нужно устанавливается, все складывается в папку временную, и из нее билдится образ. Это то, что сейчас работает как бы внутри у нас встроено. Можно это расширить, например, сделать другой шаблон Dockerfile, куда дописать установку каких-то дополнительных штук, например, для сборки flask сервисов. Мы еще туда ставим USGI, Nginx, ну, чтобы все свернуть по уму. Ну, и можно, как я уже говорил, собирать не только Docker-образы, но и вообще любые другие штуки. Так, теперь мы сейчас перейдем к ноутбуку, где я буду это все делать. Если что, вот ссылки на репозиторий, на примеры, на доки. Куда скинуть ссылки? Давайте я скину... Вообще у нас есть канал в Slack'е, tool ebonite называется. Я могу туда их скинуть, например. Tool подчеркивание ebonite. А можно попросить моих коллег это сделать, чтобы я сейчас не ковырялся? Коллеги показывают большой палец вверх. Давайте вопрос. Тензерфлоу сервинг, насколько я знаю, работает с Тензерфлоу, а Plask работает с чем угодно. То есть здесь универсальность важнее. Мы, у нас есть где-то в жире лежит таска на то, чтобы сделать в том числе сервинг через Тензерфлоу сервинг для Тензерфлоу моделей. Вот, но просто пока руки не дошли и непонятно, насколько это кому-то нужно. То есть да, он быстрее и так далее, но пока просто не востребован у нас. Мы как бы и более важные штуки пока не успели сделать, поэтому пока на паузе это стоит. Так. Так. Если что, этот ноутбук, который я сейчас буду смотреть, он доступен в репозитории Ebonita в папке examples notebook.tutorial. Можете его все скачать и запускать вместе со мной, если вам интересно. Ну, попозже у нас будет время еще, чтобы все это проделали, кто хочет это сделать. Тут еще есть текст, но я, естественно, буду его пролистывать и говорить словами. Что происходит? Значит, вначале мы ставим просто Ebonita и там парочку зависимостей для этого примера, и все. Дальше. Так, давайте, скажите, видно это сейчас? Или нужно покрупнее сделать? Давай, крупнее его. Крупнее, да? Ну так. Сейчас. Нет, не так. Иди. Так, нет, так, нет, нет. Мама. Ладно, не буду пытаться. Все. Здесь мы просто берем и обучаем модель линейной регрессии на датасете диабет. Ну, здесь как бы понятно, это пример игрушечный. Здесь, по идее, вы обучаете там свою супер-дупер модельку, как обычно. Ну вот мы сделали lr.fit. Все, обучили. Теперь у нас есть вот этот объект lr с линейной регрессией обученный, и мы хотим его завернуть. Так, давайте я это буду исполнять все-таки. Так, да. Да, импортнули ebonite, и вот мы теперь пишем ebonite create model, то есть мы создаем из этого объекта с линейной регрессией, мы создаем ebonite model, да, объект. Мы также, заметьте, передаем сюда входные данные, чтобы в модель попали метод данной о том, что эта модель ждет на выход, и она также сама понимает, что эта модель будет выдавать на... что она ждет на вход, и что она будет выдавать на выход. Давайте посмотрим, что в этой модели у нас получилось. То есть мы вот этот model, и мы его стерилизуем в JSON. с помощью библиотеки PyJackson, нативной рекламы. Что тут есть? Есть написан автор, это я, creation date только что, понятное дело, правда... Ну ладно, это, наверное, в другом часовом поясе. Имя, которое мы этой модели дали, вот тут попали зависимости, как вы видите, numpy, scaler, и обертка. Мы видим, что здесь написано scaler, то есть это модель scaler. Также я обещал показать, что здесь есть типы входных и выходных данных. Они сейчас немножко скрыты, но их можно достать. вот мы видим, что есть один метод predict, и он получает на вход numpy array вот с таким вот шейпом, а на выход мы выдаем numpy array с шейпом, ну, с одномерной numpy array. Понятно, что 442 здесь ну, не обязательно именно такой размер подавать, да, можно подавать любой numpy array, главное, чтобы у него вторая размерность была 10. Ну, количество фичей, понятное дело. Теперь мы создаем клиента ибонита. Это, по сути, репозитория, ну, определение репозитория, куда вы будете все сохранять. Он может быть локальный, как мы сейчас используем для демки, но на самом деле, естественно, если вы это будете использовать в проде, то вам нужно поднять какой-нибудь S3 для артефактов и какую-нибудь базу, там, Postgres для метаданных. Но мы сейчас локально используем используем локальный репозиторий. Это значит, что он просто будет создавать папку .abonite в этой директории и туда все в виде файлов класть. Ну, артефакт, понятно, просто как файлы, метаданные просто как JSON-чик файл. Ну, понятное дело, если у нас будет другой тип репозитория, то все вызовы останутся такими же. Здесь мы создаем таску, которую называем «Диабет таска» в проекте «Мой проект». И в эту таску мы пушим модель. После этого у нас у модельки появляется айдишник, потому что мы его сохранили в репозитории, он сохранен теперь. Ну, и мы можем по имени также из клиента достать эту модель обратно из этой таски. Все хорошо. После того, как мы сохранили, у модели появилось еще несколько полей. Ну, по сути, здесь все то же самое, кроме того, что появился task-id, потому что мы сохранили это в таску, и появилось поле артефакт, в котором лежат все артефакты. Здесь их два. Это вот такой JSON-чик с перечнем методов и методов и типов аргументов, которые у этих методов есть. И поскольку мы использовали локальный репозиторий, у нас это все лежит просто как файлик вот по такому пути. Если бы мы использовали, например, S3 репозиторий, то здесь бы был url, ну, со всем, что нужно, чтобы из S3 файлик скачать. И второй артефакт, это, собственно, пикл с моделью, но он тоже лежит вот рядышком в той же папке. Все. Теперь давайте попробуем это запустить. Мы можем просто взять эту модель и из нее сделать сразу запустить сервер с этой моделью. Для этого мы импортим эту штуку из рантайма и выбираем Flask сервер. Он, на самом деле, по дефолту там будет, но мы для наглядности его импортируем и передаем сюда. И у нас запускается... Нет, не запускается, потому что у меня занят порт. Секундочку. Сейчас. Сейчас я все погашу, чтобы не мешало. Так, вроде должно было погаситься. Да, все запустилось. Мы запустили наш встроенный Flask сервер с этой моделью. И у него есть приятная Swagger API. Это Open API. Вот эта инициатива. Здесь мы можем посмотреть, какие у него методы. Методы у него... Один это предикт. И тут же мы можем его подергать. Я напомню, что там нужно было Shape 10 иметь, да? 10 значений. И выполняем. И вот он нам вернул там какое-то предсказание. Все хорошо. Так, давайте его остановим. Ну, естественно, никто... Так, а как его остановить? Мамочки. Никто, естественно, не запускает Flask серверы в ноутбуке. Это тут сделано для демонстрации, чисто понятно. Вы можете это сделать в скрипте, в нормальном. Ну, и в целом вот эта функция, которая прям запускает этот сервер, она скорее для дебага, для отлова каких-то ошибок, чтобы вы могли проверить. И реально вы все-таки должны собирать докер-контейнер с этим сервером. Мы сейчас этим как раз займемся. Мы берем, импортируем функцию для сборки Flask докеров. У нас есть еще функция для сборки любых докеров. Но во Flask, как я говорил, там есть дополнительные параметры для установки Nginx и прочей лбуды. Поэтому у него есть отдельная функция. Мы ее импортируем и вызываем просто вот так. Мы собираем вот такой вот имидж с таким именем из нашей модели. Сейчас, наверное, придется подождать чуть-чуть, если она не закешировала. Она не закешировала, будем ждать. А, нет, закешировала. Все шикарно. И с помощью клиента этот же имидж мы можем запустить. Здесь пробрасываем порты. И сейчас увидим, что она запустилась. Вот она. Надеюсь, видно. Не знаю, как здесь. Надеюсь, можно делать побольше. Ну вот, запустилась на 80-м порту, как мы и хотели. Открываем. Тут абсолютно все то же самое. Единственная разница, что теперь это работает уже внутри докер-контейнера. Получили ответ. еще приятная штука, что наши вот эти серверы, они у них доступны по вот такому адресу интерфейс этой модели. Ну, здесь мы видим, что эта модель, у нее есть где-то вот метод предикт, да, и он вот такие вот типы принимает и отдает. Это значит, что, знаете, типы, мы можем автоматически стерилизовать, дестерилизовать данные, которые мы посылаем. И мы в том числе можем сделать клиента на основе этого интерфейса. Это выглядит вот так. мы импортируем вот этого степи клиента, говорим ему, где висит наша модель, и он создает клиент, к которому мы можем обращаться, как будто это просто у нас локально эта модель висит. Можно посмотреть, какие у него методы, опять же, есть. Это все еще там предикт с теми же, понятно, с numpy array, который он ждет до входа. И мы можем послать ему запрос, вот просто вызвав метод предикт, передав ему numpy, потому что он ждет numpy. И он нам выдает ответ. Ну, в общем, как-то так это все выглядит. Тут еще есть бонусный уровень с заворачиванием функций. Функции вам могут понадобиться, если мы еще не умеем поддерживать ту библиотеку, которая вам нужна. ну, естественно, такие библиотеки есть все еще. Либо, если вы хотите сделать какой-то припроцессинг данных или постобработку данных, то есть, может быть, вы хотите посчитать дополнительно из данных печи на лету, можете это сделать. Либо, вот как здесь, мы хотим, поскольку это диабет, да, мы вот считаем, что если вот эта величина, которую мы предсказали, которая является там некоторым, некоторой метрикой этого диабета, я не знаю, не врач, к счастью, вот если она больше 150, то мы считаем, что там с диабетом все плохо, если нет, то все хорошо. Вот мы такую предобработку хотим делать, объявляем просто функцию, в которой мы используем для предсказания все тот же объект с линейной регрессией и точно так же мы все повторяем, единственное, что вот здесь мы передаем прям функцию, как она есть и все. Здесь мы видим, что здесь поменялось тип на вызываемый метод и мы точно так же можем сбилдить другой докер-контейнер и надеюсь, он тоже сгэширован у меня из второй модельки и повесить его на 81-й порт и запустить. Сейчас мы должны увидеть, что он появился там. Давай, отражай. Вот он, второй контейнер появился. Мы для него точно так же делаем клиент. Смотрим на методы, видим, что здесь поменялся тип выхода, он теперь не float, а bull, потому что мы возвращаем там bull. Ну и точно так же мы можем делать predict и у нас вернется true, потому что там было больше 150. Собственно, это все с этим ноутбуком. Теперь у нас, как я говорил, есть два занятия. Вы можете попробовать взять Ebonit, установить его и завернуть какую-то свою модель, сделать из нее докер-образ. для этого вам нужен установленный докер, видимо, и возможно у вас что-то сломается, и мы это будем чинить. Для этого у нас сидит Ваня, привет, Ваня, и Кирилл, где-то я его не вижу, он сзади Вани, шикарно. Вот, спрашивать, что как, и как это работает. Другое развлечение, у нас вот висит в Google Cloud висит репозиторий Ebonita, в который вы можете пихать модельки свои. И эти модельки, у нас там торчит штука, которая эти модельки сразу будет билдить, запускать и дергать. Сейчас я найду, где-то ссылочка. Вот, у нас висит такая графана, так сейчас я не могу ее дергать. Висит графана, здесь постоянно льется данные, и есть некоторый таргет, который предсказывается постоянно, там, раз в секунду или два раза в секунду. И вот, наверное, не видно, нефига? Сейчас. Сейчас, секундочку. вот здесь рыжий это таргет и еще три модельки, которые мы там вчера-сегодня заливали. и вот они постоянно обновляются. Сейчас тут поставим так, с обновлением. Вот, ну и в общем здесь некоторый процесс течет, мы его предсказываем и видим, как перформить наши модельки. И они ибонитом автоматически быстро собираются на этом сервере. Ну и здесь еще есть второй график с метриками. Ну понятно, что вот здесь константа, который предсказывает константу, понятное дело, плохо себя ведет, рендо форест получше, там, ленин регрессия хорошо, почему-то работает, непонятно почему. Вот, и вы можете взять данные, они сейчас лежат в репозитории, сейчас дам ссылку, что-то обучить и попробовать в этот репозиторий запушить. И тогда оно соберется, я надеюсь, и вы ну прям увидите в real-time, что ваша моделька задеплоилась и все красиво здесь отображается на графике. Так, где моя презентация? Презентация, презентация. Вот ссылка на репозиторий из demo, там есть ноутбук и данные, которые можно запустить и посмотреть, как это сделано. Там как раз обучается модель с константой, вот, вы ее можете заменить на свою какую-то модель, там данные тоже в этом репозитории лежат и все подготовлено, вот, и запушить. Если у вас получится, то это будет значить, что эбонитом возможно пользоваться. Кто-то, кроме его создателей, может его использовать. Ой, здравствуйте, Кирилл. А, видимо, Кирилл сейчас запостит эту ссылку в канал. Еще можно, на самом деле, в митинг с лайфой ее закинуть, потому что тоже канал для этих целей. Да. Что-что? Что-что? Ну, я говорил, повторю, можно сервинг делать любой. У нас Палька готов как бы только сервинг с HTTP. Можно напилить другую сборку, которая будет, например, делать из вашей модели или функции UDF-ку для Spark, например. ну, это если там табличные данные какие-то, да, либо можно сделать сервинг, который будет читать там из S3 какой-нибудь огромный файл, там, видеофайл, и его прямо с диска потом как-то обрабатывать вашей моделью. Ну, как бы какие-то общеиспользуемые штуки мы планируем, естественно, да. Если у вас какой-то супер конкретный кейс, то тут уж мы можем помочь и рассказать, как это сделать, но мы как бы выкладывать это open-source нет смысла, ясно дело. Да, да. Ну, это зависит, если у вас ансамбль, который, ну, грубо говоря, pipeline из Scalern, то сам pipeline из Scalern является такой же Scalern функцией, которую вы можете в один этот самый завернуть, и это все будет работать. Если у вас там между моделями какая-то промежуточная какие-то обработки есть и так далее, вы там, не знаю, еще логика, короче, есть какая-то, то сейчас, да, вам действительно придется написать некоторый еще сервис, который будет это все склеивать, вот, но у нас есть планы по тому, чтобы этот сервис тоже писался как еще одна модель просто, вот, ну, пока это вручную. Ну, используя клиента, это на самом деле несложно. Собственно, вот сейчас сервис, который у меня поднимает модели и заворачивает их, и потом начинает дергать, он, у него довольно простой код в плане именно вызова других моделей. то есть там довольно просто написать код, дергает вот такой сервис. и так вот, вот вот так еще пока не ушли все кто не собирается ничего делать зайдите вот пожалуйста сюда пройдите опросик там с фидбэком но там вообще просто в целом про фреймворки для жизненного цикла будет полезно узнать это не имеется возможности этого он так устроен имеется репозитор сейчас сейчас найдем давай дача покажем смотрите давайте я сейчас открою вот этот туториал не творила для демки ноутбук которые мы сделали и покажу давайте сначала раз поясню что имеется виду по двумя репозиториями имеется ввиду как раз репозиторий для мета данных репозиторий для артефактов для мета данных это некоторые sql подобная штука для артефактов это помойка с файлами ну разные имплементации у нас сейчас с 3 например сделано но довольно просто будет добавить там не знаю ftp какой-нибудь ну в общем что угодно что похоже на помойку с файлами тогда давайте пройдусь по этому ноутбуку он гораздо короче чем тот тут вначале тоже ставится зависимости потом мы читаем файлы которые рядом папки лежат потом это поскольку константы мы предсказываем средний ответ естественно и делаем функцию которая вы дает этот ответ для всех входных данных вот дальше как как в том ноутбуке мы делаем модель вот а здесь мы создаем клиенты банита из файла давайте сделаем это и я сразу покажу что в этом файле лежит в нем лежит вот такая штука это как раз просто настройки двух репозиторий репозиторий методата это url возгресса который висит у нас на серваке это автоматом потому что с кирилл химия она все сама делает ну да 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 и 2 это артефакт репозиторий у нас это из 3 вот на том же серваке поднят меню в докере ну который с 3 в докере по сути да и там есть бакет и банит можно даже кстати вот залезть сюда и посмотреть вот здесь тут четыре модели сейчас валяется не знаю ну вот какая-то модель так блин ну и соответственно в базе данных там тоже в табличках лежат метода на этих моделей ну да 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 можно все три модели как бы свернуть в одну да 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 скажем так должна сработать как в институте семинары все свалю ну чтобы собрать докеры да естественно эта штука это просто клиент да 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 поэтому докер естественно сам должен быть на сегодня можно хотя бы поднять обычную штуку ну а для того чтобы графа на учета за запушить только не нужно у нас есть еще возможность собраны эти докеры образы пушить в какой-то репозиторий ну удаленный то есть вы например если вас там все супер классно вас кубернете сам со всей фигней но допустим то вы просто можете запушить него как-то называется короче в его репозиторий докер образов да просто вы туда пушите называйте как надо и он их там уже подхватывает ну как бы кубернете с кубернете с понятно либо у вас есть там просто какой-то репозиторий с докер образами откуда у вас в протягиваются образы вы можете туда можете если вас и этого нет вы можете сохранить этот образ вручную и ну сделать там докер сейпли не называется тоже короче как парик тупо передать вот ли вы вы можете взять и этого запустить просто на том на том сервере где у вас это есть и просто уже там работать ну короче здесь ваш фантазии ограничено для картинок у нас тоже есть поддержка то есть вы просто будете по http слайде но не джессончик картинку но там для этого нужно еще дописать два слова вашей модели но неважно это работает вот и там у нас есть где-то примеры с картинками в экзамплах можно посмотреть смотрите у нас есть сейчас у нас тут есть некоторый процесс я сразу скажу что он никакого отношения к реальной задачи не имеет там просто случайные 4 величины они блуждают вот так случайно и есть некоторая функция которая от них зависит вот и но эта функция это таргет и этот процесс там раз в секунду или раз сколько-то выдает новые значения и здесь просто рисуется вот рыженьким это значение это этой функции вот так же на в том где те которые я показал там лежит csv-ник с ну там с десятью тысячами этих точек на которых можно обучиться и попытаться эту функцию опроксимировать модели машинного обучения и здесь вот есть три модельки которые они запущены в репозиторию бани то там моя копалка собрала из них докер образа запустила и начала дергать их то есть параллельно с таргетом пишется предсказание этих моделей и здесь на графике тоже рисуется ну и считается еще ошибка вот она такая сейчас я думаю что мы на какое-то время оставим эту штуку и можно будет потом дома в ванной при свечах то же самое попробовать запушить туда по метрикам нет это вот на сейчас мы работаем в первом квартале у нас цель как раз добавить метрики и юай юай тоже пока нормального нет вот он будет ну надеемся в течение ну но это будет уже как бы следующая надстройка сначала мы просто хотим чтобы метрики были чтобы они отображались в я и ну по сути как вы могли сделать а потом поверх этого уже можно более сложные штуки мутить с переобучением да как флазгер что ну я могу просто рассказать как это у нас сделано у у модели вы видели мы сохраняем типы входных и выходных данных свагер же ну короче есть некоторые dsl описание интерфейсов вот который называется open api то есть вы можете всю вашу опишку описать что вас вот такой-то метод он принимает такие-то типы данных там ну короче это все описывается что у вас там вот здесь массив из трех элементов первый элемент это вот такой-то дикт с такими-то ключами ну короче вот это все описывается и у нас просто есть транслятор из нашего формата интерфейса вот в этот open api и когда мы поднимаем flask вот этот сервис мы указываем что вот этот метод имеет вот такой-то open api спецификацию и она ну и свагер рисует ее из-за этой спецификации не понял вопрос вот это ну вопрос можно ли у нас это сделать description по моему нет ну наверное можно добавить вот это ну по сути да вот из 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 этой информации у нас делается спека просто как вы видите здесь нету поле description поэтому description там пустой ну наверное это можно добавить как поле в модели просто с description почему не часто по моему где-то можно было скачать эту спеку прямо а вот здесь она вот описать так я чухаю же погасил вот вот так выглядит спека формате open api вот здесь есть написание описание например запроса к предикту и вот здесь написано что мы вектор у него список списков вот второй список должен иметь размерность 10 и вот его ответ что мы тут просто список чисел возвращаем ну и так далее вот такие штуки ну и вот сам предикт там что это пост что него в баде лежит вот такая схема до который мы только что сделали а в response он на 200 отвечает там вот такой схемой ну и все здесь больше ничего нет ну и у нас там хитро выгуленный код который превращает одно другое пункт но сейчас как бы у нас сделан так что модель ждет на вход то что вы подаете на вход как бы в обычном питоне в обычном питоне если вы подойти на вход массив элементов то есть я стану будет его и ждать да можно сделать один но массив из одного элемента так и было сделано на самом деле вы видели в этом самом примере последний а 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 ждем а у нас тут так возможно я на слишком слабеньком с ракеты зарядил и она сдохла так давайте я сейчас попробую ребят попробую репутать просто а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А еще, если вы хотите заворачивать функцию и отправляйте туда, то мы сегодня нашли баг, и это будет работать только испытал на 3.6. На всякий случай предупреждаю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...